Один день я сам водитель, ехал по городу Махачкале. Передо мной ехала дорогая красивая машина. Один момент, из этой машины спустили стекло и выбросили кожуру банановую на улицу прямо. Как-никак, я работник отдела просвещения при Муфтиате Республики Дагестан и проект Муфтиата Республики Дагестан в этом месяце как раз о экологии, о чистоте было. Я не мог просто молчать, догнал его на светофоре, рядом остановил и смотрю. Очень красивые, прекрасные, здоровые ребята за рулем и что рядом. Я им говорю, ассаламу алейкум, алейкум салам. Уважаемые братья, такая красивая машина, помытая еще. Смотрю, еще красивые ребята за рулем и на машине. Но я ехал сзади вас, но не очень красиво кожура банановая через стекло вылетела. Покраснели, постеснялись, приняли замечание на задание, но стало неудобно и они сказали, мы исправим, мы больше такого не допустим. Это пример, к чему я привел здесь. В сердцах наших людей, дорогие братья, иман есть, вера есть, совесть есть, стыд есть. Но, к сожалению, это все упомянутое выше покрыто пылью. Надо чистить эту пыль. В крови наших людей есть это. Стыд тоже, совесть тоже, принять замечание тоже. Они не начали спорить, они приняли еще и покраснели. Но надо иногда чистить и сохранить это от пыли, от нечисти. Если человек этой уборкой, чистотой не будет заниматься своего нафса, он потом, последующим наши потомки забудут. Другой пример такой же. Также ехал за другим человеком, попил сок из бутилки, через окно он бросил эту бутилку на борт газели. Бортовой газел рядом с ним ехал, и на борт газели другого водителя. Там тоже я не смог молчать, догнал его, и я ему сказал, брат, сейчас ты его потеряешь. Как ты его потом найдешь? Вот так разойдетесь, и неужели ты думаешь, судный день он тебя оставит? Он же тебя растерзает, он же тебя не оставит. Мы, по-моему, здесь приводили пример. Одного человека, когда к нему судный день приходит незнакомец и просит, дай мне мой хак, долг, что ты мне должен, верни. Он говорит, я не знаю тебя, какой долг может быть между нами? Он говорит, ты помнишь некий день, когда ты проходил по базару, спросил меня, так как я продавец, цену на мясо, потронул это мясо, не купил, дальше прошел. Да, говорит он. Вот то, что ты со своим пальцем забрал жир из моего мяса, хак, верни мне. Вот такой день у нас впереди, дорогие мои братья. Неужели я говорю этому брату, он тебя оставит в судный день, когда дети будут толкать родителей в ад? Когда в аятах говорится, брат будет от брата убегать, родители будут от детей убегать. И тогда он его догнал и просил прошения. Опять-таки повторяюсь, в нас есть иман, в нас есть совесть, яхнамус есть у нас. Но иногда мы забываем контролировать и держать в себе это. Надо напоминать себе.